Добрый день, участники форума. Меня зовут Мадер. Мы учимся на одной и той же самой программе с Антоном в городе Тампере, Финляндия. Спасибо Антону, пригласил меня на этот форум. И спасибо вам за то, что пришли, уделили время. Сегодня я расскажу вам про различные виды эпидемиологических исследований, а завтра мы обсудим возможные ошибки, которые могут возникнуть в этих исследованиях. Как уже отметили, перевод эпидемиологических терминов – нелегкое дело. И вы можете представить, как сложно это было для нерусского человека перевести на русский эти термины. Прежде чем перейти на виды исследований, я бы опять хотел отметить то, что эпидемиология – это наука, которая изучает распространение различных состояний, связанных со здоровьем, заболевания или показателей здоровья, а также факторы, определяющие, влияющие на возникновение этих заболеваний в человеческих популяциях. Задачи эпидемиологии многосторонние. На этом слайде некоторые примеры. Эпидемиология изучает распространенность заболеваемости, также этиологические факторы. Также эпидемиологические исследования можно использовать для оценки превентивных мер и новых лечений. Эпидемиология также изучает, одна из задач эпидемиологии изучения естественного течения заболеваний, эволюции заболеваний, что не менее важнее знания факторов, определяющих детерминантов заболеваний. Естественное течение заболевания – это прогрессирование заболеваний в отсутствии лечения. Его часто сравнивают с такой пирамидой. И, как видите, она состоит из двух частей – симптоматической части, которая внизу, и симптоматической болезни. Обычно врач, когда больной приходит к врачу, врач видит только эпизод из этого процесса. А цель эпидемиологии – изучить весь этот процесс. Эпидемиологические исследования можно разделить на описательные и аналитические исследования. Цель описательных исследований – описать распространение заболеваний в человеческих популяциях. Туда включаются случаи, серии случаев. Поперечный опрос, я так перевел, cross-sectional survey, не знаю, это правильно или нет. Экологические исследования – тоже один из видов этого описательных исследований. Аналитические исследования включают когортные исследования, исследования в случае контроль и клинически рандомизированные испытания. Можно также наткнуться некоторых источников на такое разделение – экспериментальные и неэкспериментальные исследования. Экспериментальные включают клинически рандомизированные испытания. Я думаю, что разница в том, почему их называют экспериментальными, потому что исследователь имеет контроль над воздействием. Воздействием. Воздействием я буду называть фактор риска, который может привести, или любой изучаемый фактор. А неэкспериментально все происходит естественным путем, и исследователи не имеют контроля над воздействием. Случаи и серии случаев. Довольно часто можно наткнуться на литературе, в журналах медицинских, на необычные проявления заболеваний. Основной недостаток этого вида исследования – то, что корреляция может быть случайной в этом исследовании, потому что наблюдение ограничено на каких-то случаях. А также из-за отсутствия сравнительной группы нельзя делать серьезные выводы на основе этого исследования. Вот примеры. Например, в Бразилии молодой мужчина с жалобами на головные боли и проблемы со зрением. С продолжительностью 10 лет поступил в больницу, и томография показала камневидное образование кальция в головном мозге. И вот так выглядел его снимок. И предварительное заключение было то, что у него, возможно, это было редкое, очень редкое осложнение целиакии. Вот еще другой пример. 20-летний молодой мужчина, не курящий, тоже поступил в больницу со стремительной потерей веса, боли в нижней части спины и постоянный кашель. И сначала врачи подумали, у него пневмония, лечили его какое-то время пневмонии, но это не дало никакого эффекта, и решили его дополнительно обследовать, и оказалось, у него рак легкого, 20-летнего парня, не курящего. Вот такое тоже редкое проявление. Пример серии случаев. Тоже вот один из классических, довольно известных примеров. Молодые мужчины, 40 лет и моложе, госпитализировались с диагнозом саркома Капоши. И это заболевание у них проявилось необычным образом. При классическом варианте, например, локализация в нижних конечностях, а у этих больных они были распространены по всему телу. И болезнь была более агрессивна, чем с обычным видом этого заболевания. И у всех мужчин были обнаружены различные венерические заболевания. И такое необычное проявление может подсказать, дать нам гипотезу. Например, вот это необычное проявление подсказало проявление нового заболевания, что потом стало известно как болезнь СПИДа среди этих больных. Поперечный опрос. В этом виде исследования мы отбираем группы участников. Это можно даже назвать как одномоментным исследованием. Отбирается выборка из населения или можно отобрать все население. И собираем информацию на воздействие и исход заболевания одновременно. Так как этот вид исследований вычисляет распространенность, ее иногда также называют исследованием распространенности, prevalence study на английском. Например, можно собрать информацию об уровне холестерола и наличии сердечно-сосудистых заболеваний в каждом участнике и посмотреть на корреляцию между этими двумя воздействиями и заболеванием. Или можно, например, собрать информацию о просмотре чистоте, просмотре телевизора и измерить участника и посмотреть на корреляцию между этими двумя факторами. Поперечный опрос не требует отслеживания участника вопроса по времени и поэтому не требует огромных затрат. По сравнению с другими исследованиями, этот вид не требует много затрат. Недостатки. Часто сложно определить последовательность воздействия. Например, если мы исследуем корреляцию между инфарктом миокарда и физической активностью, сложно сказать, предотвращает ли физическая активность инфаркт миокарда или это просто следствие инфаркта миокарда. В следствии этого заболевания участники по совету врача снизили свою физическую активность. Также продолжительность заболевания может повлиять на ассоциацию, если фактор риска взаимосвязан с выживаемостью заболевания, тогда, так как это исследование prevalence study, исследование, как мы его назвали, исследование распространенности, то у нас будут, в основном будут больные с хорошей выживаемостью, и поэтому возможно, что у нас будут, у нас эти больные будут, пропорции больных с этим фактором будут превосходить, превосходить пропорцию фактора среди здоровых. В экологическом исследовании, в отличие от поперечного опроса, мы отбираем группы населения, и собираем данные на всю группу людей, а не на индивидуальном уровне. Например, такие группы могут быть университеты, или школы, или разные факультеты университета, или разные предприятия. Довольно часто этот вид исследования используется в профессиональной эпидемиологии профессиональных заболеваний. Одна из серьезных проблем с экологическим исследованием – это то, что сложно предписывать повышенный риск заболевания изучаемому фактору, так как мы не знаем, кто из участников на самом деле подвержен взаимодействию, и у кого из них конкретно возникло заболевание. Это основная проблема. Завтра мы это тоже отметим. Но несмотря на недостатки описательных исследований, они довольно часто используются в эпидемиологии, они полезны, могут подсказать гипотезу возможных ассоциаций, что можно потом оценить в аналитических исследованиях. Вот, например, пример экологическому исследованию. Эмиль Дуркхэм, французский социолог, оценил уровень самоубийств в различных провинциях Пруссии, и он заметил высокий уровень суицида в провинциях, населенных в большинстве католиками. Протестантами по сравнению с католиками. И предварительное заключение было то, что, возможно, суицид связан с тем, что у католиков более строгие социальные нормы и высокий уровень социальной интеграции, чем у протестантов. Но потом анализ на индивидуальном уровне показал, анализ на групповом уровне показал восьмикратный риск, повышенный риск, а на индивидуальном уровне всего двукратный риск. И это огромная, такую огромную разницу. Другие исследователи, например, Моргенстерн, объяснил возможным результатом экологического исследования. Он предложил такую теорию, что, возможно, большинство самоубийств были католиками, проживающими в протестантских провинциях. Гипотезу на основе результатов описательных исследований можно сформулировать различными методами. Например, если мы можем наблюдать разницу, метод разницы, если заболеваемость в различных группах значительно отличается, это может быть связано с изучаемым фактором, который отличает эти группы. Метод соглашения, например, можем наблюдать повышенный риск заболевания и одновременно повышенную долю определенного фактора в этих населениях. А также распространенность заболеваний может измениться, варьировать пропорционально определенным факторам в этих населениях. Когортные исследования – один из видов аналитических исследований. В этом виде исследований участники отбираются на основе статуса воздействия. То есть в классическом варианте у нас будут две группы. Группа подверженных воздействию и группа неподверженных воздействию. Но можно также включить несколько групп сразу в это исследование, и они могут отличаться уровнем воздействия. Можно отобрать группы сразу в начале исследования и разделить их на группы с воздействием и без воздействия, или можно отобрать единую группу и потом разделить их. Как, например, второму примеру фремингемского исследования, один из классических примеров когортного исследования. Мы это уже отмечали. Разница между когортами и рандомизированным исследованием. То, что исследовали, контролируют воздействие в рандомизированных исследованиях, а в когортных всё происходит естественным путём. Вот на этой схеме тоже показано то, что я уже сказал. Можно заранее их поделить на подверженных, неподверженных воздействию и отслеживать их по времени. Обычно когортные исследования отнимают много времени, может, десятки лет, как фремингемское исследование. И мы отслеживаем участников до тех пор, пока какая-то часть из них, у какой-то части проявится заболевание, а какая-то часть останется здоровыми. И потом можно уже провести анализ. Проблема с когортными исследованиями – то, что их надо, участников отслеживать долгое время. И за это время какая-то часть из этих участников будут потеряны из-за миграции или из-за смерти. В когортных исследованиях можно отбирать участников по времени. Если можно включать новых участников, то такие когортные исследования называются открытыми. А если после начала исследования дополнительные участники не включаются, то это называют закрытыми исследованиями. Также довольно часто называют когортные исследования проспективными, потому что исследователи отслеживают участников по времени. но бывает часто также так, что и заболевания, и воздействие, статус воздействия уже произошло, все известно, и такие исследования могут быть ретроспективными, так как мы смотрим по времени в прошлое. Сейчас тут, может, схематично. Вот это схематическое представление закрытого когорта. В начале у нас тысячи участников, отслеживаем их по времени. Какая-то часть, там трое стрелки указывают на потерянных со временем, а остальные заболевшие. У нас там трое заболевших, а семеро потерянных. И вследствие, в конце когорта у нас 990, когда в начале было тысяча участников. Это как просто пример. Это показывает то, что мы только теряем участников, и число участников уменьшается в таких закрытых когортах. Тогда как в открытых оно может даже увеличиться. И вот пример проспективным и ретроспективным. Сверху показано, в начале исследования мы отбираем участников, отслеживаем их по времени и до того, как происходит заболевание среди каких-то участников. Это называют проспективной. А в ретроспективной, в начале исследования уже все произошло из-за заболевания и воздействия. И мы оцениваем взаимосвязь между двумя. И также существует смешанная когорта, где после начала исследования мы можем также набирать новых участников. И вот это тоже называют смешанной когортой. Выбор группы с воздействием и без воздействием зависит от распространенности воздействия. Если это, например, распространенное воздействие, можно таких участников выбирать из общего населения. Например, если это курение, алкоголь. А если это редкое воздействие, то выборку делают из специальных групп. Например, допустим, если нас интересует воздействие ионизирующей радиации, то это одна из редких воздействий. То, например, можно посмотреть на определенную группу рабочих, которые профессионально имеют воздействие, подвержены этому воздействию радиации. В первую очередь сравнительная группа должна быть одинаковой с группой риска, кроме исследуемого фактора, чтобы мы могли предписывать наблюдаемый риск, исследуемому фактору. В противном случае это может объясниться другими способами. Например, это может быть результатом ошибки. Завтра мы это обсудим. Также, если сравнительную группу выбираем из того же самого когорта, например, из того же самого предприятия, из которого происходит группа с воздействием, тогда мы это называем внутренней сравнительной группой. А если выбираем эту группу, допустим, с общего населения и сравниваем с рабочей группой, то это уже будет внешняя сравнительная группа. Общее население довольно часто используется как сравнительная группа. Проблема с такой сравнительной группой – то, что она может состоять уже из здоровых и нездоровых лиц, и последние нездоровые могут быть склонны к заболеванию, и поэтому эта группа может быть не самой удачной и сравнительной группой. Вот этот феномен известен как эффект здорового работника. Также проблема со сравнительной группой из общего населения. Другая проблема в том, что общее население в какой-то степени уже может быть подвержено изучаемому фактору риска. И поэтому в идеальном случае она должна быть свободна от этого фактора изучаемого, не должна быть подвержена. Например, один из самых известных исследований, когортных исследований – это Фремингемское исследование, которое началось в 1948 году. в городе Фремингем в штате Массачусетс – это небольшой городок. В начале исследования в 1948 году отобрали примерно 5000 мужчин и женщин, собрали данные на курение, артериальное давление, хорестерол, физическая активность, помощь опросов, также лабораторных методов. Их обследовали через каждые два года и регистрировали новые случаи сердечно-сосудистых заболеваний среди участников. В 1971 году было начато как продолжение, как вторая фаза фремингемского исследования и изучали проявление сердечно-сосудистых заболеваний среди родственников первой степени, детей и внуков, пациентов, участников, отобранных в 1948 году. Допустим, такой подход позволил изучать закономерность развития этого заболевания среди наследственной обусловленности этого заболевания. И также была там третья фаза, которая была начата в 1995 году, и изучали, и это называют третьим этапом исследования, изучали сердечно-сосудистые заболевания среди пяти разных разнородных генетических популяций, проживающие в этом городе. Вот это схематическое представление фремингемского исследования. В начале 1948 года оно выглядело так. Преимущества и недостатки когортных исследований. Этот вид исследования используется часто для изучения редких воздействий, для того, чтобы найти достаточное количество участников с воздействием. Один из идеальных вариантов когортных исследований. Можно также изучить многочисленные эффекты того же самого воздействия в когортном исследовании. Допустим, в фремингенском когортном исследовании основная задача была изучение сердечно-сосудистых заболеваний, но, если не ошибаюсь, там также другие заболевания исследовали. Недостаток этого исследования, то, что самый главный, наверное, недостаток, то, что оно очень требует много ресурсов и времени, десятилетия. Например, вот фремингемское исследование было начато в 1948 году и до сих пор продолжается. Еще другой важный недостаток этого исследования, то, что его нельзя использовать, не идеальный вариант для изучения редких заболеваний. Потому что со временем у нас не может, даже через 50 лет у нас может возникнуть всего там несколько случаев этого, если это заболевание очень редкое. Например, допустим, в фремингенском исследовании было 5000 участников, и если наша цель изучать лейкемию, и лейкемия всего, допустим, 5-6 случаев на 100 тысяч населения, то вы можете представить, сколько времени потребовалось бы для того, чтобы из этих 5000 участников, среди этих 5000 участников возникло это заболевание. Это очень редкое заболевание. В отличие от когортных исследований в исследовании случаев контроль, участники отбираются на основе статуса заболевания, то есть мы отбираем больных и здоровых, потом собираем у них информацию на различные факторы, которые могут быть вовлечены в этом заболевании. Часто это исследование называют ретроспективными, потому что мы смотрим в прошлое, каким воздействием были подвержены наши больные и здоровые, но даже случаи контроля исследования могут быть проспективными, если мы продолжаем отбор участников по ходу исследования. Можно случай контроль исследований провести в когортном исследовании, и мы придем к этому, это называют вложенным исследованием, случай контроль, я так перевел, nested case control study по-английски. Вообще-то это не я перевел, я нашел где-то в гугле или какой-то материал. Так, мы это уже сказали, как отбираем случаи. Отбор для… Перед тем, как отбирать случаи, важнейший элемент – это правильная диагностика этих случаев, потому что, как мы все знаем, есть много заболеваний с похожими симптомами, и ошибочно могут заболевания спутаны, и поэтому установление диагностической критерии – очень важный элемент. Случаи можно отобрать из больниц, поликлиник, диагностических центров, лаборатории. Если случаи, отобранные случаи новые, то их называют инцидентными, а если они уже существовали в момент начала отбора, они могут быть превалентными. Проблема с превалентными случаями контроля и исследованиями – те же самые проблемы, которые мы намекнули. Мы уже намекнули про поперечных опросов, потому что тут тоже может быть вовлечен выживаемость заболевания. Контрольную группу можно отобрать из той же больницы, клиники, диагностического центра, откуда были отобраны случаи. Или можно отобрать контрольную группу из общего населения. Легче сотрудничать с контрольной группой из той же самой больницы, откуда были отобраны случаи. И сбор данных на воздействие, наверное, будет одинаково, что тоже очень важно для избежания ошибок в случае контроля и исследованиях. Проблема с контрольной группой из больниц – то, что участники этой группы тоже больные, только другой болезнью, которая нас не интересует. Например, если нас интересует, мы изучаем какие-то раковые заболевания, то контрольной группой можно отобрать больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Может, так часто тоже происходит. И проблема в том, что некоторые факторы, которые приводят к исследованию, которые мы изучаем, могут быть также связаны с заболеванием, с заболеванием, которым болеют участники контрольной группы. Вот эта проблема с контрольной группой, отобранной из больниц. Поэтому это преимущество контрольной группы из общего населения среди здоровых имеет преимущество в этом плане. Но проблема с контрольной группой из общего населения в том, что они не очень... Сбор информации может быть затруднительным на этой контрольной группе, потому что они обычно заняты и могут не отвечать на наши опросы, на наши звонки. Обычно соотношение случаев на контроль один на один, но можно отобрать также два контроля на случаи три и четыре, а дальнейшее увеличение нам не даст ничего, потому что это незначительно изменяет статистическую мощь исследования. Информацию о статусе воздействия можно получить из лабораторных анализов или от самих участников. И какой бы метод мы используем для случаев, такой же надо использовать для сбора информации в контрольной группе. Также можно для того, чтобы избежать информационную... Один из видов информационной ошибки... Ошибка интервьюера, ошибка того, кто собирает информацию. Можно ослепить... Блайндинг называется по-английски. Можно ослепить исследование, то есть им не сказать статус заболевания участника. Недостаток исследования случаев контроля... Преимущество исследования случаев контроля, как мы уже отметили, очень эффективен для изучения редких заболеваний. Например, пример лейкемии. И мы можем отобрать больных лейкемией из больниц и сравнительную группу, и собрать данные на воздействие на эти участники. Тогда как в когортном исследовании это было бы очень сложно. Оно намного дешевле, чем когортное исследование, и быстрее. Не надо отслеживать участников долгое время. Например, случаи контроля исследования чаще склонны к ошибкам отбора. Это один из недостатков. Также они неэффективны для изучения редких воздействий. А это пример вложенной в случае контроля исследования. Допустим, мы провели когортное исследование для изучения ассоциаций пестицидов с раковыми заболеваниями. И примерно 90 тысяч участников было включено в начале, отобрано в начале когортного исследования. И отслеживали мы их 20 лет. И в когорте были выявлены полтора, примерно полтора тысяч случаев рака. И, допустим, анализ для определения уровня метаболитов пестицидов нам бы потребовалось где-то 20 евро для каждого участника на анализы. В когортном исследовании это обошлось бы примерно 2 миллиона евро. И на каждого участника были собраны анализы крови и мочи и были заморожены. Это часто довольно делается в Европе, в западных странах. И это все сохраняют в биобанках. И можно эти анализы потом использовать в будущих исследованиях через десятилетия. И вот мы можем отобрать эти полтора тысяч случаев рака. И из того же самого исследования когортного можем отобрать контрольную группу, сравнительную группу. Можем отобрать полтора или четыре раза больше, примерно 6 тысяч случаев без рака. И на каждого собрать, и на каждого участника проведем анализ. И это примерно получится 86 тысяч евро по сравнению с 2 миллионами евро. Если бы это мы увидели разницу, насколько дешевле обошлось бы нам в случае контроля исследований. В принципе, это тоже таблица относится к предыдущему слайду. И это ничего не изменило бы. Например, в когортном исследовании у нас относительно риск 1,87. И видим относительный риск. То же самое и исследование случаев контроль. Отношение шансов. Это неправильно написано. Отношение шансов. Почти то же самое. Но заметьте разницу в цене. В принципе, это все, что я хотел рассказать. Если есть вопросы, прошу, спрашивайте. Продолжение следует... Продолжение следует...